Юрий Анатольевич, здравствуйте. Здравствуйте. Я рад вас видеть живым, здоровым. Вы в рубашке, значит, политическая деятельность продолжается. Ну, как сказать, да? В основном не политическая, а гуманитарная. Сейчас вот расскажете об этом. Я хотел бы начать с другого. Вот все, в принципе, наблюдают, все украинцы наблюдают за вашей политической деятельностью конкретно и за политической силой оппозиционная платформа «За жизнь». Да, вот мы помним, что в марте СНБО запретило деятельность во время военного положения. Потом мы наблюдали историю, как в Раде фракцию, ну, якобы запретили, да, фактически. И вот в мае вступил в силу закон о запрете пророссийских партий и Минюст, воспользовавшись, подал иск во Львовский суд, который запретил деятельность ОПЗЖ и других некоторых партий. Есть уже реакция, правда, я вот не могу понять от кого. ОПЗЖ сказала, что решения Львовского суда политично вмотивованы. Как вы видите, как спив голова фракции ОПЗЖ, ну, уже в прошлом, как вы видите эту историю, что это такое? Ну, на самом деле, действительно, мы ожидали, что нас будут пытаться назначить виновными во всех грехах из-за определенных персонажей, которые были у нас в партии. Конкретно из-за Медведчука? Из-за Медведчука, из-за Робиной, из-за Кивы, вот этих людей, которые избрали для себя путь. Убежали, короче говоря, часть из страны, часть там спрятались. И их действия, конечно, они повлекли за собой подобную реакцию, но нельзя судить это во всех партийцев, потому что у нас подавляющее большинство членов партии, они сразу с первого дня встали на защиту страны. Вот у нас сегодня, допустим, я проведу простой пример сумской организации, которая, суммы же не разделены были и были в оккупации. У нас глава организации, он старший сержант в армии, глава фракции городской суммы, он вернулся недавно из-под Попасной, был на передовой в боях. Депутат вот тоже с ним был там. У нас суммарно 33 человека или в терроробороне, из руководствами депутатов, или в терроробороне, или в армии служат. Поэтому много очень занимаются гуманитарной программой, помогаем беженцам, переселенцам и продолжаем это делать. Поэтому говорить о том, что некоторые оказались негодяями, из-за этого всех надо шельмовать, вот это как раз и то, что я называю политическое мотивованное несправедливое решение. Но тем не менее, честно говоря, нам вообще не до этого сейчас. Вот сейчас главное, чтобы сохранилась страна, чтобы мы выдержали, чтобы мы выстояли, а дальше с политикой будем раздраться. Более того, она сама УПЗЖ, она даже перед выбором, перед закрытием, она же была нежизнеспособна, потому что никаких решений не могли принять. У нас все решения за подписью четырех членов стратегического совета, действительно, любое назначение, увольнение, все что угодно, только четыре члена стратегического совета, из которых на связи только два. То есть она была уже блокирована. Тем не менее, мы действительно создали группу в парламенте, фракции в облсоветах тоже сохранились, переименовались, сформировались, но люди, главное, сохранились. И это самое главное. И все активно работают. Я сегодня проводил конференцию с полтавской организацией. Все на местах, все занимаются гуманитаркой. Слава богу, им повезло, стучу по дереву, что у них там не было активных боевых действий. Но они все возят. Вчера повезли гуманитарку или сейчас? Ваши коллеги в самом парламенте, оценивая все действия, которые произошли с УПЗЖ, из-за членов Медведчук, Кива и так далее, которые подвели Украину, по сути, да, это мягко сказано. Потому что то, что сейчас делает Кива, это коллаборационизм, уголовное дело, ну то есть это абсолютно четко. Так вот, если мы говорим о ваших коллегах сейчас, некоторые сетуют на то, что вас вообще нужно всех лишить мандатов. То как вы вот на эту историю смотрите, там даже не то, чтобы лишить мандатов, вообще запретить в дальнейшем принимать участие в выборах и так далее. Вот тут есть часть УПЗЖ, одно крыло УПЗЖ, которое вот вы остались, вы работаете все там за победу, за страну и так далее. Как вы смотрите на такие призывы запретить всем членам УПЗЖ, или вообще там до партии регионов даже доходит, принимать участие в украинской политике? Ну они действительно, это инициатива грубо за майбутнее, потому что когда началась война, и мы приняли решение, что мы будем голосовать по памяти за все законы, которые нужны для сегодняшней власти, чтобы выстоять, и отбросили оппозиционность, то стало ясно, что они потеряли золотую акцию. У них же была золотая акция, они к ним всегда приходили, договаривались, что-то там давали, должности, подряды, для того, чтобы они голосовали. А когда мы начали голосовать, они оказались не так востребованы, не нужны. И они, понятно, подняли вот эту волну, что давайте их исключим, потому что они потеряли золотую акцию. Причем это не мое выражение. Это выражение одного из руководителей власти. Поэтому мы это прекрасно понимаем, чем это связано, и когда сравнивают, допустим, количество коллаборантов, при том, что удар пришелся на наши базовые области, вот я приду, два примера, там, слуга народа Киселев в Крессонской области, пошел Ковалев. Он вроде бы, вот там непонятно, Будан вроде бы говорил, что машина, которая взорвалась в преддверии, да, там был Ковалев, непонятно, он погиб или нет? Ну, на СПИБ уже пришла какая-то информация. Ну, дело даже не в этом, он ведь пошел на службу главой Галлопристанской районной псевдоорганизации, вот от российской, новой, от российской армии. А наш депутат Пономарев в Бердянске был в подвале, значит, в больнице под домашним арестом, он никуда не пошел, там продолжают его держать, не включают перечень. То есть он, ваш, член вашей команды не предал Украину? Да, не предал Украину, он остался, ой, они ему предлагали, они его там держали в комендатуре 12 дней, потом он в больницу попал, сейчас под домашним арестом, но он не согласился на его условиях. И поэтому, вот два примера, пожалуйста. Если вот вы сейчас вспомнили все-таки политику, и она во время войны живет, к сожалению. Вы отказались от своей оппозиционности, вы голосуете с 24 числа, все законопроекты, которые кладет на стол парламенту президент, это понятно. Но есть еще электоральный момент, электоральный цикл, вообще электорат в целом, ОПСЖ больше нет, ничего пророссийского, ну, не может быть. Не то чтобы, вот я просто, знаете, тут надо понять, что такое пророссийский, что пророссийский это тот, кто поддерживает действия Путина, или пророссийский это тот, кто там читает Пушкина и публично просит не трогать его памятники, условно. Но дальше с вашим электоратом на Юго-Востоке работать придется явно по-другому. Вот вы для себя, как один из лидеров команды, видите, как будет выглядеть этот электоральный цикл следующий. Как вы будете, вот какие идеи, какие идеологии, потому что я разговаривал с одним из членов вашей команды, не буду сейчас говорить с кем. И там есть абсолютная уверенность в том, что повестка, которая была для ОПСЖ ранее, она останется. Откуда такая уверенность? Вот я не знаю. У вас как? Смотрите, честно, я не знаю, с кем вы разговаривали, но на самом деле восстановление страны, помощь людям, это останется всегда. Да. Естественно, на этом сейчас нельзя пиариться, потому что мы много делаем гуманитарных вещей, но мы не выпячиваем это, потому что это в то состоянии трагедии, которая в стране, это просто вызывает обратную реакцию у людей. И когда политики начинают пиариться на беде, то это тупиковый путь. Тем не менее, мы вот работаем сейчас, вот мы сосредоточены сейчас на помощи людям, военным, переселенцам, вот создание, требуем создание органа, который бы им не занимался. То есть вы еще не задумывались над тем, чем будете цеплять электронат в дальнейшем? Вообще мы не задумывались, сейчас надо понять, как бы, чтобы это быстрее закончилось, чтобы выставила страна, а потом будем думать. А как вы вообще размышляете по поводу дальнейшего политического будущего Украины с точки зрения, на каких месседжах будут спекулировать? Ну мы же знаем, как было там до 2014, до 24 февраля, да, на чем спекулировали, что подливали, какое масло в огонь подливали и так далее. Вот как вы думаете, политическое поле, оно кардинально изменится после нашей победы? Ну конечно изменится. Во-первых, у нас абсолютно пророссийских партий, то есть я сейчас не верю, что кто-то в принципе мог выступать за восстановление отношений с Россией, так как это было раньше. После всего, что произошло, это невозможно. И те таргедии, которые накрыли народ, ну они, в общем-то, не забываются. Второе, очень много людей уехало за границу, и вот судя, я вот с ними разговариваю, очень много собираются там оставаться. Поэтому у нас в принципе будет меньше людей, особенно активного возраста. Те, которые в будущее видят, те, которые активные, вот они, очень многие уехали, и очень много собираются строить там жизнь. Ну, например, я приведу пример. Одна женщина столкнулись, она с Авдеевки, она переехала с ДНР в Авдеевку в 2014 году на нашу территорию, а сейчас в Авдеевке уехала в Австрию, говорит, я уже не вернусь домой, потому что у меня второй раз накрывает. Ну да, очень многие потеряли. Очень многие, вот у нас беженцы, которые с Мариуполя, у нас так построена, у нас перевалочная база в Кропивницком, а потом дальше они едут в Черновцы, в монастырь, и там их принимают. И особенно такая, что сейчас примерно тысяча человек в день выезжает с Донбасса по поездам, по всем. Так вот, с Мариуполя, когда общаются, мы общались недавно, они говорят, мы не вернемся домой, ни при каких условиях, это, говорит, пустыня смерти. Вот такие воспоминания, такие психологические надрывы у людей, что они просто не в состоянии, даже если дом уцелел, вот они не готовы вернуться, пережив такие трагедии. А некоторые мне говорят, что ну как, я приеду домой, у меня во дворе могилы были, я вспомню, как я потом там буду жить. А некоторых городов вообще нет, у меня рубежное, поселок, вообще стерли с лица земли, вообще некуда возвращаться, люди раскиданы по миру в целом. И вот такие, это безусловно там наложат свои отпечаток на эту карту политическую, которая будет. Да собственно говоря, сейчас пока я не вижу, что у нас какая-то будет, какие-то выборы, что-то там такое, не дает вообще. У меня вот такой вопрос. После 2014 года, после всех событий, связанных с Крымом, с аннексией, с оккупацией Донбасса, вот ваша команда, просто подскажите, кто стимулировал все эти процессы? Видела отношения с Россией по одному сценарию. После 2024-го ваши мысли кардинально поменялись. Я так понимаю, что там прямой пуск ракет и города, о которых мы с вами говорим, повлияли на такие решения. Но вот я помню там, и кстати, я на эфирах очень критично к этому относился, и к членам вашей команды всегда были вопросы по этому поводу. Вы в Самоволку ездили, летали в Москву, инициируя переговорный процесс с россиянами. Там были встречи с Медведевым, с Путиным. Нет, мы один раз летали, это уже было потом без меня. Мы один раз летали, действительно, перед выбором, когда пытались восстановить отношения по газу и толкнуть вперед. Вот 20% скидка, вот эта история? Да, да, вот эта история. Но это было еще... У вас там еще были встречи с Госдумой? Это не у нас были. Это было у Медведчук, организовывал для своего корла. Мы не ездили. Ага, вот он. То есть... Там Рабинович ездил, там ездил Плацков, еще кто-то из них там. Но меня там не было. То есть вы... Это была чисто пиар-акция для них. Он сам ее организовал. Я, честно говоря, не... Я даже не знал о том, что они... Это неправильно с точки зрения... Ну, это какой-то пиар был, но в тот момент практического смысла это не имело. А в команде у вас против этого пиара никто не выступал? Ну, по сути... Ну, абсолютно. Последствия же этого мы наблюдаем сейчас отчасти. Ну, так они сделали это. Ну, что тут выступать? Вот они это натворили. Ну, причем они нам даже не сказали, полетели сами туда, я помню эту историю. Ну, я к этому отнесся спокойно. Я видел, что он делает и видел, что он пытается жить как-то своей жизнью. Ну, в принципе, тогда... Тогда действительно вот был шанс, и я искренне верил, когда сменилась власть, что у нас пойдет Минский процесс, и мы вернем в Донбасс. Вот первый год у меня было такое настроение, что да, слава богу. Сейчас мы... Ну, там сколько телефонных разговоров было Зеленского и Путина, и все нормально. Да, началось нормально, обменяли пленных, корабли вернули, там еще пошел процесс разведения войск в четырех районах. Ну, как-то это пошел какой-то оптимизм. А потом тупить был уже, ну и уже все. Так вот, после 24-го, когда уже все точно, однозначно, когда мы видим поведенческую линию России, с ними вообще разговаривать невозможно, и вот совершенно недавно Давид Арахамия заявил, что переговоры, но уже с позиции нашей силы, после того, как придет оружие, будут вестись, вероятно, к концу лета. Да, как надо сейчас разговаривать с Россией? То есть, тогда были Минские соглашения, их не выполняла Россия, их откровенно не хотели по всем пунктам выполнять и мы. Как сейчас? Ну, нам надо заканчивать эту войну. Ну, это оружие, это там, знаете, как дойти до Москвы, проехать, как залуженный говорил, танками по Арбату, или это какое-то другое, другая формула? Как вы ее видите? Ну, смотрите, первое, у нас есть команда-переговорщику, которая как раз с Арахамией возглавляет. Я с ним неоднократно беседу, он занимает абсолютно прагматичную и такую нормальную позицию, у него нет неких иллюзий, и он в этом отношении, я считаю, оценивает ситуацию адекватно. Когда сейчас активизация боевых действий, то и нет такого вот явного преимущества, скажем так, или той, или другой стороны, или мы побеждаем, или они там прессуют как-то. То, наверное, еще есть, еще, еще это и Европа нас подталкивает, давайте воюйте. Значит, то, наверное, он прав, что переговоры сейчас, они неуместны. А как вы видите эту историю, что Европа нас подталкивает воевать? Ну, такой же Борель приходит, говорит, что все только на поле боя решается. Вы что, не слышали? Нет, ну да, ну тут просто у нас разве есть выход? Ну, они нас не могут подталкивать к переговорам, потому что... Смотрите, я... Это проигрышная для нас позиция, имея то, что мы имеем. То, что проигрышная, непроигрышная позиция, война идет на нашей территории. Это не у русских идет война. Причем эти санкции, которые на них наложили, они особо там от этого не страдают, насколько я понял. То есть война идет у нас, инфраструктуру разрушают они у нас. Поэтому чем быстрее эта бойня закончится, тем будет лучше для нашей страны. Я в этом абсолютно убежден. Когда говорят о том, что мы там должны сделать какой-то рывок вперед. Ну, я, честно говоря, военной ситуации же не знаю. И, конечно, лучше проводить переговоры с позицией силой. Но если этого не будет, все равно переговоры надо проводить, потому что рано или поздно война должна закончиться. И лучше, чтобы это было рано. Потому что это мы можем тут сидеть, рассуждать. Но когда приезжаешь туда и видят эти страдания, и там приезжают, рассказывают, что там происходит. И когда вырываются оттуда люди, то у них реально люди, это же трагедии, жертвы. И мы сталкиваемся с этим часто, и видим это все. И поэтому окончание войны должно быть как можно быстрее. Понятно, что условия сейчас для нас должны быть. Ну, как сказать, мы не можем себе позволить, чтобы вот отобрали, да, и вот теперь давайте закончим. Там каждый присвоенный... То есть, контрнаступление должно все-таки быть. Ну, забрать назад наш Херсон. Это должны решать военные, как это сделать. Но верховный главнокомандующий, который остается политиком, это президент Зеленский. Ну, хотя бы он должен сказать тогда, что это будет. В каком виде это будет контрнаступление, есть ли у нас для этого силы, средства, и чем это закончится. Я думаю, что вот то, что Арахами, он объяснил, что он там переговоры... Ну, общается с какой-то частью переговорной группы с российской стороны. Наверное, это правильно, потому что рано или поздно придется садиться на стол переговоров и договариваться. Об окончании войны и завершении ее. Ну, пока, во всяком случае, я не вижу, что это будет в ближайшее время. Это какой промежуток календарный? До конца года? Это зависит от обстановки на фронте, это зависит от обстановки в экономике, от того, насколько у нас будет выплачиваться пенсии, как у нас будет ситуация в стране. Потому что пока разбивает инфраструктуру нашу. И каждый удар ракет по нашему предприятию, это минус экономики. И рано или поздно эти самые европейцы могут сказать, ну вот мы вам давали деньги, ну давайте, мы уже больше не можем давать или там меньше будем давать. А это у нас невыплаченные пенсии, невыплаченные зарплаты тем же военным, которые воюют на фронте. Если мы говорим о вас конкретно, что вы потеряли с 24-го числа? Ну то есть... Ну во-первых, я потерял место прописки. Я прописан в Луганской области, город Рубежная, дом, улица Чкалова, дом 15, квартира 10. Она разрушена. Дом разрушена, квартира. То есть у меня места прописки нет. А кто там жил? Нет, ну ты туда приезжал, когда ездил к себе туда, естественно, там останавливался. Прописан я там. Но если говорить серьезно, то конечно, вот дом я потерял, потому что для себя считал, что рубежный это мой дом. Вот если спросить, где твой дом, вот он у меня был, а сейчас его нет. Просто очень многие потеряли дома, квартиры, кто-то выехал, кто-то теряет активы, кто-то теряет заводы. Ну потому что ситуация совершенно неоднозначная с точки зрения вот этих потерь. Но кто-то и помогает. Вот я читал статистику, по-моему, Форбс публиковал, что очень многие помогли украинской армии непосредственно. Вот вы говорите, вы гуманитаркой занимаетесь. Там вот разные, я думаю, вы знаете, вы знакомы со списком Форбс, там кто-то 5 миллионов долларов, кто-то 7 миллионов. Ну там прям цифры разные бывают. Вон муж Камалии Захур, что-то там история была про истребителей. Ну там вообще, да. Как у вас? Чем конкретно вы помогаете? Мы сегодня, у нас работает гуманитарный штаб, ну каждая область у нас участвует, у нас руководители там отправляют гуманитарку в места, где требуется. То, что лично я занимаюсь, вот у меня гуманитарный штаб в Кропивницком, мы кормим там примерно 300 человек ежедневно, и мы даем туда гуманитарку по людям, которые там осели. Дальше эти люди переезжают в Черновцы, в монастырь, с которым я дружу, и там сейчас находятся полторы тысячи людей, из которых примерно 200 детей. В монастыре живут? В монастыре живут, да. Полторы тысячи постоянно. Потом дальше кто-то возвращается домой, кто-то уезжает назад. В целом, через меня прошло где-то 12 тысяч беженцев, через вот эту структуру суммарно на сегодняшний день. А уникальный случай, вот у меня, допустим, в монастыре у нас сейчас живет дом малютки Антошка из Краматорска, в которой я приезжал, когда ездил туда на Донбасс, то постоянно заезжал два лета раза, я там был точно. И я причем даже не знал, что они приехали в монастырь, сам владыка там как-то там позвонил, он сказал, выезжайте, и они приехали в монастырь, сейчас живут там самые маленькие дети и персонал этого дом малютки. Вот такие истории. Из Херсона дети, ну в общем, 450 детей своих мы там живут и 200 детей еще приехали. А суммарно где-то около полутора тысяч беженцев. Ну, то есть, помощь идет конкретно. Ну, вот в этом отношении, да. Мы работаем системно. Более, ну, второе, ну, вот у нас каждая организация, она постоянно что-то возит. В общем, сегодня выступала полтавская организация, говорит, ну, говорит, мы видим, что иссякают у людей уже деньги, чтобы поддерживать. Ну, а сначала, ну, понятно, уже 4 месяца это что тянется. Где-то 3 месяца уже занимаются гуманитаркой, потому что первый месяц еще был какой-то шок, там все там бегали, а потом уже начали заниматься, и вот к этому пришли. А вот эти истории, когда там условно притула собирают на Байрактар, вы не подкидываете, не принимаете в таких акциях участие? Ну, не конкретно там может быть с притула? Ну, я, короче, не пиарюсь, мы, допустим, у нас Житомирский батальон, мы пришли ко нему, руководитель Павленко Юра у нас руководитель Житомирской организации, он, кстати, зам, по-моему, комбата в теробороне и тоже служит в армии. Значит, он попросил, мы там помогали, мы формировали, потом там давали какие-то брожилеты, понятно, теробороне все мы там покупали, мы это все делали, я не считаю, что там необходимо на этом пиариться. Вот вам неудобно об этом, вы видите, вот вы, я чувствую, что вы на этом, конечно, не хотите пиариться. Я запретил пиариться на войне, потому что, когда людям тяжело, это глупость, мы должны делать это дело от души и ни в коем случае не выпячивать, что мы там чего-то там… Ну, вы согласны с тезисом, что, ну, ладно пиариться, просто сообщать о таких фактах помощи было бы полезно, чтобы, например, в следующем, в дальнейшем не было таких случаев, как, например, с вами случилось на День Победы на блокпосту? Смотрите, это война, никто не застрахован, и разные бывают ситуации, но мы, ну, сообщать-то люди сообщают, и в фейсбуках пишут, там, и сообщают те, кто возит, но такого, чтобы это выпячивать, ну, нет. А как вообще, вот, я просто вспомнил блокпост, таких много ситуаций, насколько я понимаю. У вас это одна была или бывала? Да, на одном блокпосту остановили, значит, дверь откройте, открывает дверь, он залазит, говорит, ты с собой Виктор Фёдоровича не привёл? Я говорю, он там на вас бежал. Да, да, он на вас бежал. Смотрел, что я один, он держал. Не, ну, слушайте, да. А вообще, вот, ну, если мы говорим об обществе, оно же сейчас очень эмоционально раздражено с точки зрения, в очень многих украинцах пытаются найти виноватого. То есть, не в россиянах, потому что до них же дотянуться только можно на поле боя, или там до Кремляш не досянешься, а во многих украинцах, которые здесь что-то где-то там призывали Минские соглашения выполнять и так далее. Как вы думаете, вот чем закончится эта история эмоционально? Угаснет ли она? Или будет, ну, давайте там мягко вспомним иллюстрацию 2014 года, да, когда со всеми партийцами партий-регионов, ну, этот, мусорка и так далее. Вот как здесь пройдет, ну, не знаю, народная иллюстрация, если это уместно вообще? Как вы видите сценарий? Не задумывались. Не задумывались, потому что реально надо сначала, чтобы все закончилось, и от того, как это закончится, будет вот этот сценарий понятен. Если это растянется на годы, не дай бог, то, конечно, это просто истощение страны, и я просто вижу, что люди будут просто уезжать из страны. Вот то, что может самое страшное произойти, люди увидят, что нет смысла оставаться, потому что будущего нет, будущего детям нет, и уезжать будут. Мы сейчас на пороге грандиозного шухера, я сейчас говорю о хорошем, ну, тут вы уже скажете, как для вас, да, это получение кандидатства на вступление в Европейский Союз. О НАТО вообще сейчас никто не говорит, о членстве в НАТО у нас, да, то есть это как-то история у нас умолкла, несмотря на то, что общество в социальных опросах все равно поддерживает в большинстве своем курс в НАТО. В Европейский Союз кандидатство, какие перспективы у Украины, ближайшие ли это перспективы? Потому что офис президента убежден, что это случится в ближайшие пять лет. И, кстати, по большинству опросов у украинцев спрашивают, что, по-моему, 70% украинцев говорят, что да, в ближайшие пять лет мы точно станем членами ЕС. Как вы на это смотрите? Ну, вообще сам сигнал по себе, он, безусловно, позитивный, потому что люди должны хоть какой-то позитив видеть. И то, что кандидатство дают, это, безусловно, позитивно. Это заработано реально кровью наших людей, потому что если бы не война, конечно, никто бы нам этого кандидатства не дал. Что касается сроков, то сложно сказать, потому что та же Албания или Северная Македония, которая там по 10-15 лет ждет членства, или Турция, они скажут, а мы чего тут не получили членства, уже дают Украине. Но если будет вот такая поддержка и консолидация вокруг нас со стороны Европы, то почему нет? Может такое и быть. То есть вы выступаете за такие процессы? Нет, ну, кандидатство само по себе особо ничего не дает. Членство в Европейском Союзе? Это членство в Союзе, где самый высокий уровень жизни. Вы за это членство? Ну, конечно, за. Я просто должен был уточнить, да. За законы, которые там для этого членства, за эту Стамбульскую конвенцию проголосовали. Кстати, да, Батькивщина не проголосовала, а вы проголосовали. Я вообще на самом деле не вижу ничего там страшного. Вот я внимательно изучил все это. И вот, ну, давайте я приведу к примеру. Рассказывают разные разности. Вот Польша ратифицировала эту Стамбульскую конвенцию. Тем не менее, там и речи нет о том, чтобы признать однополые браки или какую-нибудь ересь такую. Но Польша сейчас задумывается... Кстати, Стамбул вышел, то бишь, Турция. Польша имеет вопросы по ЛГБТ-тематике. Я же говорю, что сейчас есть. Вот они ее ратифицировали, но они ее выполнять не собираются. Возьмем Норвегию, которая не ратифицировала, но тем не менее, там признана до полой браки вся эта, так сказать, история, которая возмущает наших людей. Это все зависит от состояния общества. Я не вижу, что у нас общество будет что-то делать, вот такое, которое приведет к тому, что эти все ЛГБТ-тематики будут вольготно себя чувствовать. Не будет такого, у нас слишком такое здоровое общество. Ну вот я просто помню, Юлия Тимошенко у меня даже в интервью предлагала закрепить в Конституции статус традиционной семьи. Мужчина и женщина. А у нас закреплено в Конституции? Нет, у нас еще такого нет. Ну как нет? У нас есть закреплено, что основа общества является. У нас не написано, что брак – это мужчина и женщина. Там именно на этом был акцент у Тимошенко. У нас написано, что основа общества – это семья. У нас, ну... А какая семья? Я даже не помню, как там расшифровано, не буду врать, но то, что у нас в Конституции семейная вот это записано, там нет родитель 1, родитель 2. Да, но все же. Как хотели раньше записать в Конституцию родитель 1, родитель 2. Помните эту историю? Да, да. Четыре назад были такие инициативы, чтобы их там всех как бы приравнять к нормальным людям, но оно не получилось. Что такое нормальные люди? Да обычно, как мы с вами. Юрий Анатольевич, у вас эмоционально. Я думаю, что вы за 4 месяца войны наблюдали многое, и многие ваши знакомые хорошие или какие-то далекие знакомые выехали из страны. Это совершенно не бедные люди. Мы там наблюдали и суркисами историю. Уехали здесь. Я сейчас. Здесь, вернулся. Так он выезжает, возвращается, он ездит по делам там, по делам Динамо, по делам Вайфауны. Он сейчас, например, он в стране. Ну вообще вот этот скандал глобально не только с суркисами, вообще вот просто, о, сразу собрали чемоданы и выехали нафиг. В Европе очень много Порше и Майбахов на украинских номерах. Вы хоть раз задумывались, учитывая небезопасную атмосферу, учитывая претензии к политической деятельности УПЗЖ, выехать из Украины. Конкретно вы? Нет. Вообще не задумывался. Ну как ты можешь, если ты едешь из Украины, то ты ставишь крест на своей политической карьере. Да дело даже не в карьере. Ну вот у меня 5000 депутатов в районных, городских, областных советах. Вот я уехал, а что с ними будет? Вот дальше они смотрят. Один сбежал, сидит в Израиле, там вообще трубку не берет. Ну если я уеду, ну как? Тарабинович? Да. Ну вот и вот что они им скажут? А у нас 5000 депутатов. Вот я сегодня с ними проводил. Причем вчера был интересный. Позавчера был интересный случай. Мы проводили с Запорожской организацией такую конференцию. Они же реально друг друга не видели. Многие с начала войны. Мне же коммуникация. Запорожская область вообще разделена на две части. Часть под русскими, а часть наша. Так вот люди, которые с Бердянска вышли, с Татмакас, то есть территория оккупирована, вот их когда видели друг друга, вот они настолько были искренне рады, что они живы, что у них все нормально. Они пообщались друг с другом. И для них важно быть вместе, потому что они в этом чувствуют моральную поддержку. Поэтому мысли не было. Вот вы так аккуратно там, вот Рубинович трубку не берет, Медведчук такой, киево негодяй и так далее. Но я так понимаю, что у вас вот этот Рубикон февральский тоже на вас эмоционально повлиял. Вы начали смотреть на даже ваших там сотоварищей совершенно по-другому. Я сейчас не говорю о россиянах. Да? Как вот внутри эмоционально вы это пережили и какие выводы вы конкретно сделали? Я никогда не верил и до последнего, что могут на нас опасть русские. Я не верил в это. Ну, кстати, многие не верили, в том числе и, по-моему, руководство страны тоже, что такое может полномштабное вторжение быть. Но это, безусловно, был шок. Но, я скажу, когда Кива, допустим, начал на второй день выступать там с заявлениями своими, то я сразу поднял вопрос, чтобы его выгнать из фракции, потому что, ну, ты должен сделать выбор. Или ты в стороне за свою страну, или ты за другую страну. Ну, ты как-то тут это... Слушайте, тут у него просто очень странная такая какая-то история. Он же ж, он был очень радикально настроен к России в 2014 году. Потом вот произошла эта эволюция, скажем так. Но я не хочу его обсуждать, как бы это следствие. Но просто, да, я понимаю, о чем вы говорите. А ваши там товарищи, какие-то, может быть, я не знаю, там давние истории, россияне с вами, или вы с ними, или они с вами связывались после открытой фазы? Вы пытались что-то донести, что вы делаете, придурочные? Это же мы, это же мы украинцы, вы что? Ну, во-первых, они очень осторожны в высказываниях, они боятся. Там институтские товарищи тоже жив-здоров, там, ну... Но они как-то поддержали Украину, или наоборот, знаете, у меня, например, некоторые товарищи, бывшие, да, говорят, ну, под Макс, ну, там, потерпите, чего вы там, ну, спасем мы вас. Я сразу заблокировал, послал на три буквы, ну... Они такого не говорят. Это вот там два и ста. Они соображают, что произошло, они примерно понимают, что это за авантюра, и они такого не говорят. Ну, если это разговоры взрослых людей. Да, это не то, что там... Ну, это... Насколько глубоко зашла пропаганда туда, я могу привести пример. У нас есть там участок в районе Копылова, это как раз вот там, где были бои, и там село есть. И два жителя села вышли, они сами рассказывали об этом, вышли и нарвались на русский секрет, который там сидел в кустах. Значит, и вышли двое с автоматами, наставили их автоматы, и первый вопрос говорит, вы нацики? Да где мы нацики, мы тут в селе живем, и слава богу, вышел какой-то командир и отвалитель отсюда, иначе живы остались. Мне очень часто пишут путинцы, что я нацик, и просят показать татуировки с Бандерой, с Ги... А вам не пишут такое? Нет. Как вы думаете, почему? Не знаю. Вы просто немногословны в этой всей истории. Ну, не знаю, не пишут. Просто я сейчас говорю о россиянах, которые, возможно, на некоторых украинцев смотрели немножко по-другому, а теперь вот мы за Украину, мы за победу, значит, мы какие-то не такие, значит, мы бандеровцы. Ну, я такого не ощутил, что вот такого изменения. На самом деле, по-моему, войны не хочет никто, но то, что там с утра до вечера, вот, там даже в военных наших, без разницы, кто он называет националист. Обратили внимание, если вы обратили внимание. То есть это вдалбливается постоянно. Нет, там даже не военных, там вообще, в принципе, всех. Мы теперь все какие-то там нацисты, да? Ну, не все, но вот когда там выступают, какой-то там русский военный, вот, там, националистов, там столько-то командных пунктов националистов. Как вы думаете, свет в конце туннеля, это, ну, это как вот вы для себя, когда это все закончится? Что это? Это мы, условно, работаем по модели Прибалтики, мы там работаем по модели Польши, строим стену, только реально строим, а не как Яценюк это делал. Мы, вот что, как мы, мы же не можем переехать территориально на, не знаю, на берег Атлантического океана. Я думаю, что мы будем некой буферной зоной между Европой и Россией. Нейтральной? Ну, буферная зона имеется в виду защитная, поскольку, ну, во-первых, нам, дай Бог, чтобы мы сохранили страну, и мы должны все на этом работать. Чтобы это было, я не думаю, что нас в НАТО возьмут, потому что это будет одно из условий будущего мирного договора. Но, в принципе, то, что вот в нас будут видеть некую такую буферную зону защиты, наверное, это будет. Та же Европа. Ну, правда, с военными базами, с мощными какими-то... Так а зачем нам военные базы? У нас армия такая, что она отдаст фору их военным базам. Ну, это уже, да, наши ребята доказали за четыре месяца. Теперь пускай они вступают. Они уже видят, что, в принципе, оружие дают не так много, как обещали. Тем не менее, сопротивление идет. Поэтому, наверное, это так. Спасибо. Да, это, да, это, да, это, да, это, да, это так.